Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня, прошу прощения, записываю без микрофона, потому что Женя Airpods свои оставил на работе, он предложил мне за ними съездить, но это очень много времени отнимает, поэтому я сказала, что нет, не надо. Я запишу начало для видео, остальное уже у меня есть мои старые наушники, которые с проводом, и я на них всегда снимаю. Вот, хотела сказать, что я абсолютно не ожидала от вас такой реакции на последнее видео, где мне было сделано масса комплиментов по поводу цвета волос, хотя я вообще в самом видео об этом не заикнулась, потому что я вообще забыла, что я перекрасилась. И просто, блин, когда снимала, ой, когда монтировала видео, думаю, блин, я же покрасилась, хотела рассказать об этом видео, и забыла, просто указала это в названии, и получила просто, ну вот каждый, каждый комментарий был как раз вот комплимент тому, как сейчас выглядят мои волосы, какого они цвета. Могу сказать, что, если честно, я сама, мне самой очень нравится этот цвет, но так как я уже привыкла быть все время с темными волосами, периодически мне такие заградываются мысли перекраситься, но учитывая то, что если я сейчас перекрашусь, мне придется постоянно дальше подкрашивать корни и опять ходить к парикмахеру, и с нынешними ценами это сейчас совсем нерационально, как бы на это тратить деньги, потому что вообще надо сказать, что счета будут увеличиваться где-то в полтора-два раза, это минимум, но извините, я и так за квартиру платила по 300, вместе с электричеством было 380 евро, когда-то там чуть поменьше, чуть побольше, это имеется в виду зимой. Да, конечно, сейчас пока лето, счет у нас 100 евро плюс электричество, там 50 евро, вот 150, получается, что следующее лето будет тоже гораздо дороже, зимой, осенью даже говорить не хочу, я не представляю вообще, как люди будут с счетами справляться, может быть, наше эстонское государство какие-то антикризисные меры примет, будут как-то компенсировать это, ну потому что это невозможно просто, это очень большие счета. Мало того, что счета на коммунальные услуги выросли, так у нас и на продукты я просто за голову хватаюсь, когда прихожу в магазин, и да, я теперь уже смотрю, а какие же там скидки есть, что можно где-то подешевле купить. И, знаете, я помню, моя бабуля Валя, ну, которую я снимала вот в своих видео, пока она была жива, она получала, знаете, эти рекламы и все время там себе кружками вводила, что она будет покупать, и меня все время так забавляло, я говорила, бабуля, ну зачем ты это делаешь, я же дам тебе денег, добавлю тебе. Она всегда очень хорошо умела копить, и она даже со своей небольшой пенсии, которая у нее была там 450 евро, ну туда и цены не такие были, там 2016-2015 год, она еще умудрялась и откладывать деньги, вот, она говорила, что дело даже не в том, что добавить мне денег или нет, я вот ищу там, что дешевле, чтобы я могла побольше отложить, и теперь, да, я получаю эти рекламы и сама там кружками обвожу, что я собираюсь покупать и по какой цене, сравниваю, сколько это стоило до этого, в общем, вот так вот. Так что, не знаю. И да, ну я это говорю к тому, что нерационально мне теперь перекрашиваться в темный, потом вдруг у меня что-то щелкнуло, я захотела опять светлый, покрасилась в светлый и заплатила 150 евро за то, чтобы мне сняли этот темный цвет, и потом покрасили в другой цвет, поэтому буду пока ходить с таким, тем более, да, мне самой нравится, мне кажется, даже как-то так посвежее и помоложе стала вот с этим цветом выглядеть. Также еще хотела рассказать, что Льва пригласил логопед, это, ну, наш логопед, который в садике был, она сейчас из садика ушла, и теперь она частно, ну, у нее есть свой кабинет, мне представляет такой клевый, мы вчера сходили первый раз на массаж, на логопедический она нас пригласила, но это массаж не который делается во рту, это массаж, который делается по всему телу, по каким-то очень важным точкам, в общем, она позвонила и пригласила на 10 сеансов, 10 сеансов он делается по 45 минут, вот мы сегодня второй день уже там были, и кабинет у нее просто шикарный, там все вот в таких цветах, то есть у нее диван такого цвета, шкаф, стол, очень-очень красиво, вчера я попросила, чтобы нас оставили там, меня с Женей, чтобы мы посмотрели, как это все происходит, ну, у Льву как-то будет так спокойнее, хотя он вполне нормально первые 30 минут реагировал на этот массаж, потом он сказал, все, хватит, я больше не хочу, но у нас есть с ним правило 10 минут называется, то есть если я ему говорю, что осталось 10 минут, он всегда досиживает столько, сколько нужно, потому что понятие прям такого времени он 10 минут не знает, сколько это, и, ну, там как раз 10 минут оставалось, я ему сказала, еще 10 минут, и все, и мы пойдем домой, и он спокойно высидел, но вел он себя немножко так, знаете, был чуточку шебутной, сегодня, когда мы пришли, она тоже спросила, вы остаетесь или уходите, ну, что Женя сказала, что мы, пожалуй, пойдем, а то Оксана опять рот не закроется, и будет она вас отвлекать, вот, она сказала, что, да, наверное, так будет лучше, она говорит, потому что я хочу говорить, общаться с Львом, у которого есть проблемы с речью, а не с мамой, у которой проблемы с речью, у которой нет проблем с речью, которая тараторит как тараторка, в общем, мы, короче, ушли, и вот эти 45 минут я все ходила, думала, как же он там, он без меня, вот я настолько привыкла к тому, знаете, что я как вот курица-насетка, я постоянно над ним, и постоянно во всем помогаю, хотя очень много вещей есть, с которыми он может спокойно справиться сам, потому что я видела, как он это делает, когда я не могу ему оказать помощь, ну, например, я стою, жарю блины, он просит меня что-то сделать, я ему говорю, я не могу, ты видишь, я занят, я жарю блинчики, попробуй сам, и оп, я слышу, он мне кричит, получилось, я говорю, конечно, получилось, я говорю, потому что ты сам постарался, но вот я все время пытаюсь быть на подхвате, это очень плохо, мне даже логопед сказал, что Оксана так нельзя, нельзя, дай ребенку быть самостоятельным, ну, и знаете, всего так этого боюсь, у нас сейчас вот, сколько, за несколько дней прочитала новости, что несколько детей утонули, причем таких возрастов, 17 лет мальчику было в море, он утонул, 10 лет мальчику было, он утонул в бассейне, поэтому я всего этого боюсь, и я пытаюсь постоянно контролировать, так нельзя, я выращу маменького нового сынка, который будет вот постоянно ориентироваться на мое мнение, на мое внимание, мне это не надо, я же сама это понимаю, как сложно с таким человеком, у меня есть такие знакомые, ну, и все равно упорно продолжаю делать то же самое, ну, я буду пытаться измениться, потому что, ну, иначе я просто, ну, буду врагом для своего ребенка, ну, в том понятии, что я все сделаю для того, чтобы он не стал самостоятельным человеком, а постоянно думал, когда же мама с папой ему там помогут, вот, ну, я обязательно вам про итоги массажа расскажу уже, когда мы пройдем 10 сеансов, это вообще все-таки интересно происходит, сегодня он один без нас был, мы за ним пришли, и мне он опять сказал, что все прошло намного лучше и спокойнее, чем когда вы там сидели и смотрели, он спокойно отсидел, она с ним болтала о чем-то там, ну, насколько он может ей отвечать, он ей отвечал, вот, так что завтра пойду отведу уже одна и уйду куда-нибудь на эти 45 минут, ну, посижу там на лестнице, может, что-нибудь подслушаю, а может, буду ходить куда-нибудь туда-сюда, потому что в такой шаговой доступности ничего такого нет, чтобы можно было где-то посидеть там или в магазин сходить, скорее всего, может, домой сбегаю, ну, в общем, придумаю, что делать, ну, все остальное вам расскажу во влоге, наверное, 8 минут уже наболтала, а вот покажу, какие у меня были покупки, так что, если вам интересно, то давайте приступим. Так, девчонки, вот еще, кстати, хотела показать кое-что из своих покупок, я сразу прошу прощения за мой бомжатский маникюр, точнее, его отсутствие, но завтра постараюсь что-нибудь сделать, вот не было времени, как сейчас я ногти сняла, ну, в смысле, гейлак сняла и не было времени никак накраситься, накрасить, точнее, ногти, вот, хотела вам показать, я решила заказать себе немного пополнить свои запасы теней, зашла на наш один эстонский сайт и увидела там несколько таких палеток, которые меня заинтересовали, и сейчас вам покажу. Первая палетка, это палетка от NYX, вот так она выглядит, обалденные цвета, вообще заинтересовало мне здесь 4 цвета, но, кстати, матовые цвета мне тоже достаточно сильно понравились, вот, смотрите, не знаю, нормально передает или нет, вот эти вот зеленые, бронзовые цвета, очень-очень красивые, вот, сейчас я попробую сделать, я вообще собиралась потом отдельно какой-нибудь отзыв на них сделать, ну, вот, смотрите, какие они красивые, просто, NYX вообще люблю вот эти палетки, у меня это вторая уже моя палетка, вот, очень красиво смотрится, матовые тени, просто отличные, вот сегодня, кстати, я делала макияж, отсюда брала матовые тени, по качеству мне эта палетка очень понравилась, я ее вообще купила в наборе, вот здесь ее название есть, не знаю, так видно или нет, но я тоже ссылку оставлю, вы можете поискать, точнее, название оставлю, можете посмотреть, вот, классная палетка, мне очень-очень понравилась. Вот в таком наборе я ее купила, там полноразмерная тушь идет, и вот такая помада, так и не знаю, какого она цвета, вот не хочу открывать, потому что я помадами не пользуюсь, может быть, или кому-то подарю ее, или недорого, там, за 5 евро продам, потому что я уже говорила, да, что я сейчас все, что мне не нужно, какая-то у меня новая косметика есть, одежда, я или что-то отдаю, или что-то продаю, и потом часть денег перевожу в приют душа бродяги, я уже говорила об этом, либо помогаю нашему эстонскому приюту, скидываю деньги, ну, и что-то, конечно, остается мне, ну, точнее, не мне, я любую игрушку какую-нибудь куплю, или что-то из этого. Далее, что мне тоже понравилось на сайте, сразу заинтересовало, вообще, первый раз вижу такую фирму, но мне очень понравилось оформление палетки, посмотрите, здесь такой котик выглядывает, сзади здесь показано, сюда входит тушь, тоже полноразмерная, я ей не пользовалась, и просто посмотрела кисточку, скорее всего, тоже я, наверное, ее на продажу поставлю, может, подарю кому-нибудь, сама палетка вот с такими оттенками, очень такая повседневная, смотрите, вот, по качеству супер, не знаю, что это за фирма такая, но качество теней мне очень-очень понравилось, они очень пигментированы, абсолютно не меловые, они отлично растушевываются, в общем, вообще никаких нареканий у меня к ним, нет, сейчас вот, здесь у меня палец грязный уже, вот, смотрите, очень-очень пигментированные тени, за эту стоимость, за которую я их купила, там, по-моему, набор 9, что ли, евро стоил, о, пигментированные. Еще одна палетка, которую я купила, как фанат сериала «Бумажный дом», который не досмотрел последний сезон, потому что я случайно, там, наша воспитательница, Льва, она проговорилась в сторис, чем там закончилась, и я прочитала, и как-то, на самом деле, мне чуть перехотелось смотреть, но я потом обязательно все равно гляну, я взяла вот такую палетку «Бумажный дом», это тоже от NYX, была огромная палетка у них там на 36 цветов или на 48 цветов, ну, там все цвета, которые, в принципе, у меня есть, но у меня вообще практически нету красных оттенков, поэтому вот я решила заказать. Я даже пленку еще с нее не снимала, просто вам вот так покажу, и потом в каком-нибудь из видео, может, не знаю, макияж с ней какой-нибудь придумаю, но цвета тоже очень интересные, отзывы на эту палетку были очень хорошие, поэтому, в принципе, я без раздумий взяла, она без скидки 20 евро стоит, а со скидкой там сколько-то 10 или 12 мне обошлась, 20 евро нехило, да, за NYX, поэтому я так случайно вышла, что я увидела, когда была скидка, и решила ее купить. Вот так, с палетками это было все, сейчас покажу, что у меня еще было тут из покупок, я себе специально положила, чтобы вам показать, сейчас покажу. Следующее, что я хочу вам показать, это два вот таких вот душ-гель огромных я купила, знаете, такое ощущение, как будто я вернулась в 2012 или в 2013 год, когда я начала вести свой канал, где показывали шампунь и душ-гель, в общем, беру такие вот антикризисные варианты, что говорится, дешево и сердито. Здесь 100 миллилитров, 1000, точнее, миллилитров, литр получается, да, 1000 миллилитров, литр, и здесь 500 миллилитров, это апельсиновый такой, очень-очень вкусно пахнет, а вот это вот ванильный. Раньше, знаете, я эту фирму игнорировала, как-то мне казалось, что она такая вот недорогая, может быть, качество у неё плохое, но один раз я купила у них душ-гель, был 500 миллилитров для очень чувствительной кожи, и у него был такой нереальный аромат, и действительно с ним кожа не сохла, что я просто в корне изменила своё мнение, стала потихоньку знакомиться с этой маркой, вот так она называется, вот, стала знакомиться с этой маркой, и просто забирая свои слова обратно, классная марка, недорогая и очень хорошие продукты, так что, если где-то увидите, не бойтесь, берите, не помню, сколько, это, по-моему, мне 5 евро обошёлся, и вот этот 3,95, так что, а так как мы очень много душ-геля используем именно для того, чтобы сделать пену ребёнку, в которой у него там автомойки, он моет, обожает пену, сразу, когда мы идём мыться, он мне сразу, мама, сделай мне пену, и вот нравится ему, поэтому я думаю, что какие-то дорогие там за 10 евро покупать, и делать из них пену, которая просто потом туда в сток уйдёт, как бы, ну, тоже нерационально, ну, и дальше, да, давайте продолжать влог. Так, и хочу вам показать свой заказ из магазина Синсай, у них опять были скидки, сначала 40%, потом 60%, сейчас уже 70%, вот, поэтому, когда они мне присылают какие-то повещения, ну, мне всегда хочется что-то купить, и я что-то для себя там нахожу, и пока лев спит, опять вернулся к дневному сну, потому что невозможно было в жару спать укладывать, да, я особо даже и не старалась, вот я сниму, чтобы он мне не мешал, я там пару игрушек ему ещё заказывала, но он их уже забрал. Так, значит, так, прошу прощения, сразу у меня грязная рука, сегодня приходила девушка ко мне краситься на свадьбу, вот мы тут летние цвета и подбирали, снизу делали вот такого цвета переход, вот, поэтому не успела руку помыть, сейчас быстро покажу, и пойду уже смывать, в общем, заказала я Жене вот такую футболку, вообще для него, конечно, это, ну, не характерно, потому что он любит однотонные, но говорит, типа, сейчас модно, давай попробуем, поэтому взяла вот такую футболку, придёт домой с работы, померит, также взяла ему вот такую вот рубашку клетчатую, у него есть одна такая, типа фланелевой, и это хлопковая, вот он с футболками их носит, поэтому тоже решили их взять попробовать. Очень-очень давно я смотрела там на вот эту вот оливкового цвета скатерть, вот, и здесь она выглядит почему-то вообще как серое, но я обязательно вставлю фотку, посмотрите, какой у неё приятный, красивый цвет, похоже даже на мой стол, но неправильно передаёт. Дальше, не знаю, всё такое, вот, например, штаны я себе заказала, они какие-то мятые, но это тоже хлопковые такие штаны, вот, заказала на велике кататься. Я почему-то думала, что они из другого материала, но нет, это, блин, как же подостоверненье этот цвет поймать. Вот такие, наверное, ну, чуть потемнее, коричневые, я бы сказала. Вот, ещё ничего не мерила, дальше взяла очень красивую, большую такую жёлтую рубашку, тоже планирую с шортами носить. В этом году я очень много ношу шорты, юбки. Я взяла специально себе размер М, ношу С, ну, взяла, чтобы вот объёмное оно такое казалось, потому что не люблю, когда всё впритык, в обтяк, а это прям такая огромная. Ну, можно было С взять, если бы я, конечно, видела, что она такая огромная, взяла бы С. Дальше я заказала Льву вот такую вот бутылку на улице с собой брать, пить на пляж. Очень красивая, мне понравилась, мы её уже посмотрели, он тоже оценил с такой вот ракетой. Вот, будем носить её, может, на шее у себя её тоже носить. Такая ракета и луна здесь. Качественный пластик, хороший, стоил 4 евро, по-моему. Молодцы, конечно, упаковывать, они просто супер. Дальше я заказала ему вот такую футболку на море ходить, и вот такие вот голубые шортики. Всегда ему беру на размер больше, вот, такие вот шорты. Вместе хорошо будет, я думаю. Я в себе ещё взяла чёрную юбку с разрезом, хотела с другим рисунком, но пока я там собиралась с мыслями, в итоге осталась только чёрная, вот такая вот. Вот тоже потом где-нибудь покажу. Вот у неё здесь такой разрез. Мне кажется, удобно, я люблю такие трикотажные юбки. И здесь у меня ещё осталось две кружки, я заказала, и дозад... Ой, нет, и стакан для зубных щёток. Так у нас уже не электронная зубная щётка, у льва тоже. У меня обычная, и просто негде её хранить, поэтому я вот взяла на сенсе, я сейчас распакую, покажу. Вот кружки, вот такие две я заказала. Не знала, что они такие огромные. Вообще обалденная кружка, просто супер. Там ещё вторая лежит, просто не стала её распаковывать. И очень красивый цвет как раз вот к моей посуде подойдёт, потому что большинство посуды мы отнесли на дачу, чтобы одноразовую там не покупать. Вот, и кружки тоже туда вот переехали. Очень красивая, качественная кружка. И ещё я заказывала, как я сказала, вот такой вот стаканчик для зубных щёток. Из, как он называется, грязь, коробки. В общем, вот такой вот чёрный, надо его почистить от... Что там на него налетело? Сейчас поставлю ванну, думаю, будет красиво. Так, девчонки, и на сегодня я уже буду заканчивать свой влог, потому что я там много сильно наболтала. Хотела вам показать ещё вот эту качель, которая на заднем плане висела, пока я там начало видео записывала. Очень давно хотела подобную качель, чтобы висела дома. Можно было просто сесть, покачаться, расслабиться. Выбор пал на эту. На самом деле стоила она вообще очень бюджетно. На неё была скидка, я её за 14 евро купила. Даже сама себе не верю, потому что я с Алиэкспресс заказывала качель, по-моему, за 45, что ли, евро, которая висит у нас на даче. Но она просто отличного качества, у меня никаких нареканий нет. И эта качель за свою стоимость просто тоже отличного качества. Льву очень нравится качаться. Сядет там с планшетом что-нибудь делает. Я тоже телефон беру, с телефоном сижу, с книгой сижу. И просто иногда хочется покачаться спокойно. В общем, мне очень-очень она понравилась. Я ссылку оставлю, если вы из Эстонии можете посмотреть. Потому что за такую стоимость пока они есть, может, уже, конечно, разобрали. Но я осталась довольна. Женя её прикрепил специальным крепежом к потолку с помощью крючка. Выдерживает она до 100 килограмм. Мы даже вдвоём с Альвом иногда в ней можем покачаться. Женя, конечно, ни с кем не сможет уже покачаться, потому что он 95 килограмм. Весь, ну, у него и рост как бы большой, 195 или 196 сантиметров. Вот. А так, как вот аксессуар такой, который находится в комнате, мне очень-очень нравится и радует глаз. И ещё я вам показывала в прошлом видео, что я наводила порядок в своём вот этом органайзере. Но чувствую, что отсюда всю косметику мне придётся выбросить, оставить только пару предметов и всё остальное. Я хочу, чтобы у меня была уже корейская косметика, потому что за почти две недели использования корейской косметики, честно, я просто в шоке от результата. Я потом сделаю отдельное видео о фаворитах лета или, ну, в каком-нибудь подобном видео. Обязательно вам обо всём расскажу подробнее. И если у вас есть вопросы, то обязательно пишите мне в комментариях и увидимся в следующем видео. Пока!